21 декабря в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя За выдающийся вклад в развитие книжной культуры премию «Человек-года» получил президент Торгового дома «Библиоглобус» Борис Семенович Есенькин. Борис Семенович – профессор, доктор экономических наук, заслуженная работник культуры Российской Федерации. «Библиоглобус» – это храм книги. Итак, награждается президент Торгового дома «Библиоглобус» Борис Семенович Есенькин. Огромное спасибо всем тем, кто занимает все книги, кто знает книгу. А вот будем дальше принести свой крест. Спасибо! В этом году я очень рад, что награждается председателю КНР господину Си Цзиньпину. И, как мне кажется, это имеет очень важное значение. Председатель Си Цзиньпин, он не только руководитель Китая, он не только выдающийся государственный деятель, он большой активист китайско-российской дружбы. Мы видим, как реально развиваются наши двусторонние отношения. Поэтому мы очень ценим, мы очень благодарны российской стране, в том числе Русскому биографическому институту за принятые решения. В чем важность такой премии? Ну, прежде всего, важность в том, что это общественное признание деятельности, которой ты занимаешься. И я думаю, что это гораздо выше, чем все остальное, когда общественность признает за человеком важность того, что он делает. Если есть человек года, значит, есть население. Если есть население, есть дети, значит, в конце концов, появится еще один человек года. Это будет лет через 15-20. Приемственность, приемственность, самое главное. Что для вас, значит, эта награда? То, что надо быть построже к себе и не зазнаваться, что ты стал человеком года, а надо стремиться к тому, чтобы стать человеком вечности. Все, кто здесь собраны, и все работают на благо Отечества, абсолютно все эти люди. И поэтому их пример, он поучителен для многих. Что касается фильма, который сегодня тоже получил, и я в числе номинантов оказался, и получил такую премию, как «Человек года», это мы вместе делали фильм «28 панфиловцев». Поскольку моя книга, которую я выпустил в далеком-далеком, в 2001 году, это уже 15 лет прошло. Это опять-таки книга. Эта книга, она понадобилась, поскольку мы ее готовили в течение двух лет, к 60-летию битвы под Москвой. Этот фильм оказался фильмом, который давно ждали. Борис Семенович, мы поздравляем вас со столь значимой наградой «Человек года». Это заслуга, прежде всего, коллектива. Тех, кто пишет, тех, кто распространяет, тех, кто читает. Поделитесь своими планами на следующий год. Планами работать и строить. У нас большой капитальный ремонт, Я думаю, как раз то, что я говорю, многофункциональный, культурно-информационный, просветительский центр, да, это то, что мы должны построить. Это наша концепция, это наше сегодняшнее будущее, да. Я думаю, те, кто служит книге в Библиоглобусе, да, это тоже такие же не просто патриоты. Это люди, которые не только воссоздают, они живут с книгой, они стараются ее показать, преподнести, с тем, чтобы человечество было чище, умнее, и с тем, чтобы Россия была самой-самой-самой богатой, обеспеченной, с тем, чтобы нас действительно по-настоящему, каждый имел свое, а что такое свое, имел свое будущее. Вот это, мне кажется, самое главное. Анна Николаевна, вы, как всегда, очаровательная в роли ведущей. Эта премия проходит буквально накануне Нового года. Ваши пожелания? Вы знаете, вот я уже не первый год веду эту премию, эту церемонию, это очень ответственный человек года 2016, очень торжественно награждаются, так сказать, лучшие люди нашей страны, нашего государства, поэтому это очень непочетно, очень ответственно, и я рада быть участником этой церемонии. Это год петуха, да? А к петуху я очень хорошо отношусь, потому что это такая задиристая птица, смотрите, с какой гордой посадкой головы, очень цветная, яркая. Вот надо так, чтобы этот год петуха таким же был ярким, жизнерадостным, веселым, голом и приносил всем нам самые добрые чувства, пожелания. Главное, чтобы все были здоровы, живы. Вот так. Спасибо. И дай Бог вам здоровья. Очень хочется пожелать, чтобы Новый год для всех был мирным, счастливым, радостным, чтобы все были здоровы и счастливы, чтобы вера, надежда, любовь сопровождала все семьи в течение всего этого счастливого Нового года. И чтобы освещала их путь только светом прекрасных перемен. Святослав Юрьевич, мы поздравляем вас с состоявшейся такой замечательной премией, вас как организатора. Мы лучше скажем о том, что Библиоглобус был достойно представлен в номинации 2016 года. Мы отметили выдающийся вклад Бориса Семеновича Есенькина в развитие книжной культуры. Я назвал его современным Сытиным. Каждый на своем месте носит посильный вклад в развитие и бессмертие России. Ксения Ангел, Василий Евсеевичев, Марина Агейкина, Павел Лепатов. Специально для информационного агентства Библиоглобус.